Сегодня в Чебоксарах подвели спортивные итоги прошедшего года. О победах на международных соревнованиях, строительстве новых объектов и пропаганде здорового образа жизни говорили участники расширенной коллегии Министерства физической культуры и спорта. В 2013 году Чувашия получила от федерального ведомства престижную национальную премию «Гордость России». Что стоит за этой наградой, узнавали наши корреспонденты. В зале Дворца культуры имени Ухсая собрались руководители школ, оздоровительных комплексов и руководители профильных районных отделов. Спортсменам сейчас не до заседаний. Многие готовятся к очередным стартам. Руководитель ведомства Сергей Мельников высоко отметил их заслуги. В прошлом году они завоевали медали летней и зимней универсиады, мирового первенства по самбо, европейского кубка по спортивной ходьбе. Для занятий физической культуры в Чувашии создано все необходимое. Сейчас об этом можно заявлять с уверенностью. В каждом районе построены современные физкультурно-оздоровительные комплексы. Правда, не везде они загружены на полную мощность. Виной этому завышенные цены на услуги. Хотя руководители к своей работе должны подходить по-другому. Это не место, не для того, а не создано, чтобы обеспечить работой директоров. А для того, чтобы люди имели возможность получать физкультурно-спортивные услуги, современные физкультурно-спортивные услуги, современных спортсооружений. Загрузка физкультурно-оздоровительных комплексов в прошлом году увеличилась на 13%. Каждый третий житель Чувашии сейчас регулярно занимается спортом. Большинство школ республики сейчас проводят уроки физкультуры на базе комплексов. Но программа по строительству современных объектов продолжается. В Чебоксарах скоро появится центр по маунтинбайку. Причем он будет работать не только для нужд спортсменов. Он изначально проектировался, этот комплекс, для универсального применения. И жители северо-западного района, где ощущается особый дефицит в спортсооружениях, получат вот этот комплекс уже в 2015 году. Самых лучших на коллегии наградили дипломами и ценными подарками. На сцену за ними поднимались представители районных администраций и руководители спортивных школ. Подвели в ведомстве итоги конкурса среди журналистов. В одной номинации пропаганда здорового образа жизни и массового спорта победителем был признак респондент национального телевидения Дмитрий Ковалев. Алексей Андреев, Андрей Спиридонов, Республика.